Звуки сирен. Рыбалка практически в центре города. И, знаете, никого нет. Но очень приятно. Ну, запускаем шарманку. Поехали. Что-то очень много пузырей. Содна. Подозрительно. Огромное количество пузырей. Но просто какой-то водоем бродит. Ощущение такое. Со дна поднимается какой-то газ. Хорошо ли здесь рыбе. Не знаю. Я здесь вообще впервые. Ни летом, ни зимой не был. Ну, знаю, что по осени ловили судака. Но так уж быстро отсюда свинтить он не мог. Поэтому решил проверить. Никого. Пока жизни нет. Придунный слой вообще голый. Пустой. Пузыри. Ну что. Новое место. Из хороших новостей. Пузырей нет. Ну, рыба. Вот какая-то белая. Стоит на 3-4 метрах. Без движения. Не знаю, как на это реагировать. Пока выводы делать еще не могу. Ну, вот очень наглядно видно, как слоем по 5,5-6 метрам стоит рыба. Ни внизу, ни выше. Никого нет. Ну, что делать. Эхолот подсказывает, да. Ну что, прошел уже лунок 25, наверное. И вот, как всегда, неожиданно. Хороший размер такой. Ну, не знаю. Кило 200, наверное. Хороший, ребят. Ну, первый и пол воды. Вот это странно. Пол воды что-то рисует, кстати. А на дне ничего. Дно мертвое. Ну, ладно. Ладно, будем еще исследовать локацию эту новую для нас. Вот этот справа бежит очень издалека. Неужели так далеко увидел приманку? И судак ли это? Теперь слева кто-то. Ну, вот то, что неподвижное, то похоже, что белое. А вот то, что подвижное, вот так выглядела пойманная рыба. Ну, будем бегать. Будем бегать искать подвижных. Ну, что, вот на этом пупке появился какой-то, знаете, запах рыбы. Ну, что-то мимолетное проскакивает, какие-то тени, тени на кончиках пальцев, знаете. Давайте-ка здесь засверлимся, побегаем, и, наверное, здесь день не закончим. Слушайте, мы в камеру включил последний момент. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как-то мы плохо сидим. Да. Вы знаете, вторая поклевка. Вторая поклевка и хороший зачет на рыбы. Ну, этот, по крайней мере, длинный, а тут еще и толстый. Ну, ладно, хорошо, все, в принципе, в принципе, нам достаточно. Ну, поищем так для саморазвития. Ну, вот эта же лунка, и что-то снизу проходит, проходит. Но реакция есть, это наша рыба. Но поклевки... Нет, ушел. Ну, что ж, ну, это хоть что-то, хоть какая-то активность. Вот еще кто-то ползет справа. Интересно. Приманка новая, только что купил. Ну, так, знаете как, если тень на плетень наводить, то называется у нее французское название, как французский хлеб такой есть. Ну, это так, ребят, для саморазвития. На все готовое иногда это не полезно для нас. Ну, ничего, вот работает. Вот первая рыба была поймана со второго подхода. То есть, рабочая приманка, хорошо. Вот еще одна живая лунка. Вот только сел в лунку, на всякий случай включил запись. И смотрите, какая история. Опускается ратлин. И сразу же подъем судака. То есть, хорошая лунка, где эта рыба рядом, она проявляет себя очень быстро. Подъем, отход, да, это нормально. Этого много. Но, тем не менее, он себя обозначил. Поэтому эту лунку мы обозначим тоже каким-то предметом. Здесь, тем более, есть еще одна рыбка, по-моему. Но этот был неплохой, хорошего размера. Ладно, бог с ним. Подождем чуть-чуть. Что-то типа полиции, кстати, было. Документы у народа проверяли. Ну, наверное, лицензия. Для меня не дошло. Я далеко. Начал разбрасывать вещи около живых лунок. Вот на этой лунке дно шевелится. Но не отрывается. Наш, наш, да, подходит, интересуется. И если придет урочное время, он хлопнет. Но сейчас такое время дурацкое. Не клевое время. Полдень какой-то. И пометить эту лунку все равно нужно. То есть, он тут есть. И, возможно, он даже не один. Ну, не знаю, досидим мы до урочного времени или нет. Но так, в принципе, для информации интересно. Подходили соседи. Ну, присоседевали, скажем так, да. Тоже с каким-то лайф-режимом. С халотом, может быть, с гармином, да. Я не смотрел. И в это время у нас была симпатичная ситуация такая. Вот удалось записать. А сошел, потому что я поленился вытащить... Вытащить датчик из муки. Думал, так пролез. Не, не пролез. Свалил. Ну, этого много бывает тоже. Лениться не надо. Видите, крепление датчика эхолота сегодня... Сегодня вот так выглядит у нас, да. Ниже 10 морозов. И почему из водосточной трубы? Ну, водопроводной, скажем, трубы, да. Потому что ее можно гнуть и немножко подламывать этот лед с нее. Если сделать это из алюминия, ну, из металла в целом, то будет один большой кусок изда в конце рыбалки. И хрен вы его отобьете. А так можно. Пластик, пластик. Нужен пластик. Чтобы чувствовать вечернего выхода, можем не дождаться. Вот каждая помеченная ломка, это помечен у меня крестом. Видите, крест. Там черпак. Там дальше кожух от ножей или добора. И они, кстати, в линию почему-то. Вот живые ломки. Получается какая-то линия. Такая, причем, довольно точная. И вот они повторяют. Ну, приходишь после какой-то паузы. Подход, отход. Какой-то интерес. Как будто они сторожат там что-то, знаете. Но поклевок нет. И дождемся ли мы вечернего клева, это большой вопрос. Расскажу интересную штуку. Этот эхолот запитан на литий-фером, я все время говорю, полимерный. А он фосфатный. Короче, лития по 4, да. Аккумулятор вот эти вот модные нынче. Хорошие батарейки, ничего не скажешь. Единственное, ночь, ночь минус 15, у нас даже минус 16 было. Я продержал его аккумулятор. Ну и, собственно, и монитор. Продержал его в багажнике машины. И он у меня подмерз. И весь день сегодня, даже вплоть до того, что показывает низкий вольтаж. Сигнализирует мне. Это у меня на 1 вольт стоит. То есть пляшет. Но, учитывая, что он при работе нагревается, как-то он сам себя нагрел, наверное. То есть он меня тащит всю эту рыбалку. И вот весь день я низкий вольтаж наблюдаю периодически. Но не более того. И, кстати, туда докидываю батарейки от шуруповерта. Для шуруповерта. Там тепло. Во-первых, я сижу. Во-вторых, аккумулятор греется. Там плюс 5 каких-то, что ли, у меня в ящике. Батарейки для шуруповерта 18-вольтовые. Макитовские. Да, они тоже охлаждаются. И вот кто-то у нас странно себя повел. Проходил мимо. Подошел. Я бы сказал, что это белая рыба. Но всякое бывает. Короче, батарейки надо держать дома до последнего. Но если уж не срослось, то пользуемся тем, что вырабатывает Лифе по 4. Вырабатывает тепло. Так, лайфхак. Вот в очередной раз из-под коряги показывается кто-то. Но интересы уже... Ну нет, подошел таки, но... Не-а. Вот как будто просто охраняет какие-то круги, нарезает. Все, ребят, уже около 3 часов, наверное, пора наблюдения заканчивать. Выводы кое-какие сделали. Слушайте, взяли две хорошие рыбы. Ну, даже вот... Ну, навскидку кило, наверное, 300 и кило 100. Хорошие рыбы. То есть, ну, как ужин. Немножко даже останется на утро. Больше не надо. Все. Закругляемся. Поехали. Поехали.